Всем привет! Хочу поделиться рецептом кунжутного печенья с сыром. Рецепт очень простой, печенье получается вкусное и нежное. И список продуктов не сложный. Сначала я обжариваю на сухой сковороде кунжут. Мне понадобилось 100 грамм. Огонь должен быть небольшой, чтобы кунжут не подгорал. На это уходит около пяти минут. Кунжут должен быть нежно-бежевого цвета. После того, как я обжарила кунжут, я его пересыпаю в емкость. Для теста мне понадобится 160 грамм просеянной муки. Сюда же я добавляю 50 грамм мягкого сливочного масла и разминаю все ложкой. Дальше в тесто я добавляю белок одного яйца, а желток оставляю для украшения. Вот такими комочками берется тесто. Далее от общей массы кунжута я отбираю две ложки и оставляю это для украшения. Большую часть кунжута я отправляю в тесто. На мелкой терке я натерла сыр. Я взяла пармезан, но можно использовать любой твердый сыр. Теперь тесто необходимо хорошенько перемешать. Чтобы печенье получилось хрустящим, необходимо добавить разрыхлитель. Я добавляю 7 грамм разрыхлителя. Тесто получается вот такими комочками и его необходимо разбавить. Для этого я буду добавлять немного воды. В тесто я ввожу воду в несколько этапов. В общей сложности у меня получилось около 40 миллилитров воды. Возможно понадобится добавить чуть меньше воды или больше. Необходимо смотреть. Тесто должно получиться как пластилин. Вот такой консистенции должно быть тесто. Далее я тесто формирую в виде такой колбаски, заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на 20-30 минут. Пока тесто охлаждается, я взбиваю желток для украшения. Через полчаса тесто охладилось и сейчас я его буду раскатывать. Тесто получилось очень эластичным и с ним легко работать. Раскатываю в виде такого прямоугольника, так как я буду делать печенье квадратной формы. Толщина теста должна быть приблизительно 5 миллиметров. Печенье можно сделать любой формы. Я взяла фигурный нож и делаю квадраты. Далее я укладываю все печеньки на противень, который предварительно застелила пергаментной бумагой. Яичным желтком я смазываю каждую печеньку. Благодаря этому появится очень красивый блестящий теплый слой. И после этого посыпаю все кунжутом и отправляю в духовку на 220 градусов на 20 минут. Вот такое красивое печенье получилось. Печенье хрустящее и очень ароматное. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и до скорых встреч!